Молитва Анны. Дар материнства и свидетельство верности Бога. Бездетная Анна молится в Селоме о сыне, обещав посвятить его Господу, мать Самуила. Молитва Анны, описанная в 1 главе 1 книги Царств, является одним из самых трогательных и глубоко эмоциональных моментов Ветхого Завета. Анна, жена Елканы, страдала от бесплодия, невыносимого горя для женщины в древнеизраильском обществе, где материнство было не только биологическим фактом, но и символом Божьего благословения и продолжения рода. Ее отчаяние было настолько велико, что она обратилась к Господу с пламенной молитвой, прося о даровании сына. Эта молитва, пронизанная искренностью и глубокой верой, не просто просила ребенка. Она заключала в себе торжественное обещание, если Бог даст ей сына, она посвятит его служению Господу на всю жизнь. Это не было обычным обетом. Анна не просто желала счастливого материнства, она осознавала свою духовную нищету и буквально стремилась исправить дисбаланс, посвятив плод своей молитвы Богу. История молитвы Анны доказывает, что Бог слышит даже самые отчаянные молитвы и что Его благословение может проявиться самым неожиданным образом, превращая бесплодие в счастливую мать. Узнайте о силе молитвы и верности Господа в этом вдохновляющем видео. Не забудьте подписаться на больше контента о молитве и пророках. Важно отметить контекст этого обета. В книге «Чистил» глава 6 описывается институт назарейства – добровольное посвящение себя Богу на определенный срок или пожизненно. Назареи давали обет воздержания от вина, стрижки волос и контакта с группами, с трупами. Нестриженные волосы служили видимым символом их святости и полного посвящения. Анна, понимая суть назарейства, обещает сделать своего будущего сына пожизненным назареем, тем самым вознося его служение на уровень полного, безраздельного подчинения воле Божьей. Это был акт самопожертвования, выходящий за рамки обычных религиозных практик. Это было не просто обещание, а глубокое, внутреннее стремление искупить свою бесплодность через абсолютное посвящение Богу. В Силоме, где находилась скиния завета, Анна вознесла свою молитву перед Илием, верховным священником. Илий, в начале, воспринял ее молитву как проявление опьянения. Это Первое Царство, 1 глава, стихи 13-14. Что свидетельствует, возможно, о его ослаблении духовного зрения и снижении способности распознавать искреннюю молитву и веру. Этот эпизод можно интерпретировать как аллегорию постепенного упадка религиозной и духовной жизни Израиля во времена Илия. Однако после того, как Анна объяснила ему суть своей молитвы и своего обета, Илий понял ее и благословил ее, утешив и подтвердив истинность ее молитвы. Рождение Самуила – это кульминация этой истории. От бесплодия к благословению. Невероятная история веры и материнства Анны. Стихи 19-20. Первой главы, Первой книги Царств подчеркивают взаимодействие Божественного и Человеческого в этом событии. Рождение – естественный процесс, но преодоление бесплодия Анны – это проявление Божьей силы и милости. Имя Самуил переводится не просто как «испрошенный», что часто встречается в упрощенных переводах, а точнее, как «бог услышал». Это имя подчеркивает ответ Бога на молитву Анны, его активное участие в судьбе ребенка. В некоторых толкованиях Ветхого Завета предлагаются и другие оттенки значения. Но ключевой идеей остается Божье провидение. Сравнение с именем Саула из «спрошенной» в этом контексте интересно. Оно подчеркивает принципиальное различие между Самуилом, человеком с Божьим с самого начала, и Саулом, путь которого был отмечен сомнениями и грехами. Молитва Анны и история Самуила – это не просто повествование о рождении ребенка. Это мощная метафора веры, надежды и безусловной преданности Богу. Вдобавок, это история о преодолении отчаяния, о силе молитвы и о решительном шаге человека, стремящегося полностью посвятить свою жизнь и жизнь своего Сына служению Всевышнему. Наряду с тем, история Анны доказывает, что Бог слышит даже самые отчаянные молитвы. И, безусловно, Его благословение может проявиться в самых неожиданных обстоятельствах, преобразуя боль и отчаяние в радость и благодарность. Этот рассказ содержит много важных богословских и этических уроков, показывая ценность веры, смирения и полного посвящения себя Богу. Его можно воспринимать как руководство к действию для всех, кто сталкивается с трудностями. Нуждается в Божьем вмешательстве и готов посвятить свою жизнь служению Господу. И это посвящение не ограничивается лишь формальными обрядами. Без всякого сомнения, оно требует полного изменения мировоззрения и подчинения своей воле, воле Божьей. Молитва Анны – это скорбь души. Откроем Первое Царство, 1 главу, стихи с 9 по 12. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, и встала перед Господом. И лишь же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, «Господи всемогущий, Божий Саваоф, если ты презришь то скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его, и вина из секера не будет он пить, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась перед Господом, Элис смотрел на уста ее. Это Первая книга Царств, 1 глава, стихи с 9 по 12. Анна – мать пророка Самуила. Анна была матерью пророка Самуила. Она и является основным действующим лицом данной первой главы. Во-первых, она страдала, потому что не могла иметь детей. Ее боль усиливалась из-за насмешек со стороны соперницы, которая уже имела потомство. Но в то же время она находила утешение в добром отношении своего мужа. Ведь он, разумеется, всегда был рядом, поддерживал и любил ее, несмотря на ее бесплодие. Это было ее единственное счастье и радость в жизни. И хотя она могла чувствовать себя несчастной и обделенной, она благодарила Бога за своего мужа и его любовь к ней. Ведь, собственно говоря, это было самое ценное и драгоценное для нее. Как говорится в 1 царств, 1 главе, стих 18. «И сказала она, да будет радость моя в Господе, ибо Он услышал мольбу мою и даровал мне сына». Таким образом, она нашла силы и надежду в Боге. И это, бесспорно, помогло ей пережить все трудности и страдания. Обращение к Богу с молитвой. Во-вторых, в своем страдании она обратилась к Богу с молитвой и дала обет, обещая отдать своего сына на служение Господу. Но первосвященник Ильи, не зная ее истинных мотивов, он осудил ее за то, что она молилась слишком тихо. Ему со стороны показалось, что она выпившая. Однако, когда она объяснила ему свой обет и причину своей молитвы, Ильи похвалил ее за ее веру и преданность Богу. Это показывает, что даже в трудные моменты, когда кажется, что все против тебя, а Бог всегда рядом и готов поддержать и похвалить тех, кто искренне верит и служит Ему. История этой женщины из Первой книги Царств является прекрасным примером того, как наша вера и преданность Богу могут преодолеть любые трудности и привести к благословениям и похвале от Него. Анна родила сына Самуила. В-третьих, Анна, благодаря своей вере и преданности Богу, родила сына Самуила. Она, несмотря на бесплодие, которое преследовало ее многие годы, не отчаялась и не переставала молиться. И Господь услышал ее молитву, даровав ей сына, которого она назвала Самуила, что означает «от Бога услышанный». Анна с благодарностью приняла этот дар и обещала Богу, что отдаст его на служение Ему. Так как она была честной и преданной женщиной, Господь благословил ее. Еще больше, дав ей еще пять детей. Анна вскормила Самуила и воспитала его в страхе Божьем, и он вырос в мудрого и праведного человека, который стал одним из великих пророков Израиля. Таким образом, благодаря вере и преданности Анны, Бог совершил великое чудо и дал ей сына, который стал благословением для многих. Молитва Анны посвятила сына Господу. В-четвертых, она, взывая к нему с мольбой и плачем, она отдала своего сына, свою единственную надежду, в руки Всевышнего. Веря, что он заботится о нем больше, чем она сама. И вдобавок, она не жалела своего сына, не жалела себя, потому что знала, что это единственный путь к спасению. Конечно, она не боялась, что он будет далеко от нее, потому что знала, что он будет близко к Богу. Она не сомневалась, что он будет счастлив, потому что знала, что он будет жить в мире и любви Господа. Она посвятила его Господу, и это было ее самым большим подвигом, ее самым глубоким поклонением, ее самым истинным проявлением любви к Богу. И Господь благословил ее за это, даруя ей еще несколько детей и благополучную жизнь. Пусть и мы посвятим своих детей Господу, ибо только Он может дать им настоящее счастье и спасение. Пожалуй, сегодня я заканчиваю. Между прочим, если вам понравилась статья, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению, спасению и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok